Что такое зеленая школа? Во-первых, это европейская программа. Она называется «Эко-школа» в Европе. И даже не в Европе, собственно, по всему миру. Идея такая, что детки именно углубленно изучают экологические вопросы. И если самоучрение образования очень сильно этим занимается, интенсивно занимается, то оно получает диплом, что оно зеленое. Начиная с 2011 года эта программа была адаптирована для Республики Беларусь и получила название не «Эко-школа», а «Зеленая школа». И сначала это была просто программа тренингов. И вот туда появились опять направления наших первых зеленых школ. Когда мы стали проводить тренинги, мы поняли, что тренинги проведем, а что, собственно, дальше? Закончится проект. И мы вышли на это предложение с Минобразованием как-то узаконить эту программу, чтобы даже после этого проекта она развивалась. И тогда мы разработали учебный курс факультативных занятий, который так и называется «Зеленая школа». Он был отрожден национальным институтом образования. То есть любое учреждение образования, любой тип учреждения образования может начать вести факультативное занятие у себя. Либо могут видения по интересам создать на основе факультативного курса. Следующее, что мы сделали, мы разработали такое положение, называется «Об образовательном проекте зеленой школы». Любое учреждение образования, которое ведет вот этот факультативный курс, либо какое-то там объединение по интересам на основе факультативного курса, ну, скажем так, работает по вот этой программе зеленой школы, если оно работает по пяти направлениям и выполняет определенное количество заданий из каждого направления, то оно может получить диплом, то свидетельствующий о том, что это учреждение образования зеленое, то есть зеленая школа. И в те годы, в 2011-2014, мы выдали первых 47 дипломов в учреждении образования, которые выполнили ряд заданий. Для чего рассчитаны зеленые смены? Это же не отдых, это такое интенсивное обучение программе зеленой школы, но именно интенсивное обучение на природе, то есть не в классах, а именно на природе. И специально, почему Надежда Зубренок, потому что мы создаем на базе этих двух оздоровительных лагерей ресурсные центры по зеленым школам. То есть они уже немножко оборудованы, уже подготовлены педагогические работники. Детки здесь находятся с педагогическими работниками 12 дней, и мы для них разработали специальную программу по зеленым школам. И каждый день дети занимаются еще 3 часа. До обеда, с 10 до часу, они вот проходят обучение по этим всем направлениям. Ну и те педагогические работники, которые приехали с ними, которых мы тоже отбирали, они тоже вместе с детьми проходят обучение и учатся, так сказать, у своих коллег, которые уже давно занимаются зелеными школами, как правильно преподавать вот эти 6 направлений зеленых школ. Ну а после обеда понятно, что программа у детей, как и в любом оздоровительном лагере, и оздоровительные какие-то процедуры есть, конечно, и конкурсы, и дискотека, но куда без этого. В этом году у нас 3 смены. Первая смена в Надежде, потом у нас 2 смены в Августе. Вообще у нас предусмотрено оздоровление 700 детей за 2 года проекта. Соответственно, в этом году, в 2019, мы планируем оздоровить 350 детей и педагогических работников в Надежде в Зубренке. Дети у нас учащиеся школы в основном, учреждения образования. Есть учреждения дополнительного образования, это эколого-биологические центры. Возрастут 7 до 16 лет.